Я давайте вам расскажу проще. Вы аграрий. Тот самый аграрий, который выращивает продовольствие и снабжает этим продовольствием Украин. Вам рассказывали во времена Майдана, что будет снабжать продовольствием и Евросоюз. Но умные люди вам рассказывали, что это пред, и Евросоюз защищается от иностранных производителей. То бишь, в каждой стране Евросоюза, если это Германия, то там преимущество дается германскому аграрию и так далее и тому подобное. Наши пасты, я знаю, заходят на рынок Италии, но они иногда перешлепывают их, и получается, что это как будто бы итальянский продукт. И вот, этот рядовой аграрий, у него 10 тысяч гектаров земли в аренде, потому что сейчас торговать землю нельзя, и крестьяне сдают в аренду свои паи. Они могли бы сами ее обрабатывать, эту землю, но они предпочитают сдать. То есть, когда говорят, что там люди, обычные люди смогут покупать, такое создается впечатление, что покупать будут себе на огородик, знаете. Не на огородик, конечно же. 10 тысяч гектаров земли. Я обрабатываю землю, я люблю эту землю, и я хотел бы ее приобрести. Вот рынок открывается, мораторий снят. В законе прописано, что я имею право первым претендовать на эту землю. И крестьяне, конечно же, предлагают мне покупать. Цена обозначена. Тысяча долларов. Тысяча долларов гектаров. У меня 10 тысяч гектаров, и я должен купить эту землю за 10 миллионов долларов. У меня нет 10 миллионов долларов. Я не могу их взять где-либо, как это происходит в цивилизованном мире, под полтора процента, к примеру. Или под какой-то очень льготный продаж. Я не могу нигде взять эти 10 миллионов долларов, и я не могу купить вашу землю. Крестьяне. Крестьяне говорят, окей, значит я продам тому, кто может. Все, я стратил возможность купить. И он идет к кому? К олигархам. Потому что только олигархи могут отлистать 10 миллионов, 100 миллионов, несколько миллиардов, им все равно. На корню скупить эту землю, а уж как ее потом передать в пользование иностранным корпорациям, уж олигархи придумают точно. Да, они могут и сами ее использовать. Вот здесь Анатолий немножко неправ. Когда меняется владелец паи, земля продолжает находиться в аренде до тех пор, пока не закончится ее срок. И нельзя ее прервать в одностороннем порядке досрочно, если аграрий выполняет все условия договора аренды. И я не думаю, что кто-то захочет купить землю, зная, что, к примеру, 20 лет ей не сможет пользоваться. Кроме этого же агрария, который ей уже пользуется. И если у него нет денег выкупить все эти паи сразу, он сможет выкупить их постепенно. У меня все. Всем пока.